Пожарные МЧС, полиция, скорая помощь. Все службы накануне прибыли в переулок Ряжский. Там сгорели два дома. Сегодня прошло заседание рабочей комиссии по факту загрязнения реки Псахе. В Сочи его провел вице-губернатор Андрей Алексеенко. Отметили покупку автомобиля и сели за решетку. В Сочи за грабеж задержаны два молодых человека. К лету в Сочи станет вдвое больше ярмарок. Привоз свою продукцию здесь реализуют и местные жители. Почти 105 тонн в месяц. Служители Фемиды со всего края собрались в Краснодаре. Сегодня начал свою работу первый кубанский юридический форум. Его участники обсуждают главные правовые события и делятся опытом. Служителей закона поприветствовал губернатор края Вениамин Кондратьев. Он отметил, успешное развитие экономики региона невозможно без эффективного правового поля. И во многом это зависит от гражданской позиции юристов. У одних в основе лежит в их действиях соблюдение закона, а у других возможность заработать. Юрист может прикрываться нормой или руководствоваться ей. Наверное, так в жизни есть. Где-то мы порой прикрываемся и прячемся за норму, которая нам выгодна. А может быть, ее чуть-чуть еще и подкручиваем. А где-нибудь на самом деле мы руководствуемся нормой, чтобы достичь все-таки закона. Опять-таки, все двигается целью. Только от вас зависит сегодня, будут ли законы работающими и останутся декорации. Закон, он должен работать. Но он сам по себе просто нормативный акт. А насколько он будет применим, это ваша зона ответственности. Также, по мнению губернатора Кубани, необходимо уделять особое внимание к качеству образования, чтобы молодые специалисты были юристами не на бумаге, а на деле. Уволены за неисполнение губернаторских поручений. Сотрудникам мэрии Краснодара придется ответить за ДТП, в котором пострадала школьница. Принять кадровое решение Вениамин Кондратьев поручил мэру города. Об аварии на улице Байбакова главе региона рассказали во время приема граждан. На встречу с губернатором приехали несколько заявителей. Обо всем по порядку расскажут наши краснодарские коллеги. Воду в кране Нина Негри вынуждена караулить вот уже три года, помыть посуду или принять душ в этом многоэтажном доме уже считают счастьем. Зимой вода едва течет, а летом с началом огородного сезона ее и вовсе нет. Сейчас хороший напор. А вечером, когда все приходят с работы, когда все начинают купаться, мыться, понимаете, вода не поднимается в душ. И приходится тазиками намыться. На нехватку воды жалуются чуть ли не все жители от Радно-Ольгинского. На все село в сутки здесь не больше тысячи кубов. С проблемой Нина Негри отправилась в краевую столицу на встречу с губернатором. По словам женщины, пробурить новую скважину, чтобы вода была в каждом доме, местные власти обещали еще в прошлом году. Но вопрос так и повесь в воздухе. Денежные средства были выделены в прошлом году. Мы начали проводить конкурсные процедуры. В итоге торги состоялись только в декабре месяце. Ну и было принято решение, что мы не успеем освоить эти денежные средства. Мы думали, что этот объект пойдет у нас в переходящий. Но, к сожалению, денежные средства были сняты, и в этом году мы эти денежные средства не получили. Ну как это? Деньги были выделены, и они потом опять вернулись в краевой бюджет. А самое главное, в результате вот этой вот чиновничной волокиты страдают обычные люди. Вольная власть должна похватиться, чтобы было пять скважин, остается три. Но давайте дождемся, что останется одна или, не дай бог, вообще ни одной. Я не могу понять, вот почему деньги к сентябрю были выделены, когда было принято решение. Почему на самом деле там конкурсные процедуры начали, потом их приостановили. Если на самом деле что-то по вине краевых чиновников, пришел возврат денежных средств в краевой бюджет, то тут, назовите мне конкретно пофамильно, кто допустил эту ситуацию. И допускают ее повторно. Значит, вам поручение разобраться в ситуации, почему. Александр Александрович, я надеюсь, что вот это второе поручение третьего не будет, чтобы у них проблемы с водой ушли. О проблеме других заявителей Вениамин Кондратьев знает уже давно. Но на прием главе региона пришли активисты из так называемого музыкального микрорайона Краснодара, где вместо коттеджа выросли многоквартирные дома. Сегодня жители массива самостроев жалуются не только на плохие дороги и перебои со светом и водой. Поблизости нет ни больниц, ни детских садов, ни школ. Губернатору они пришли с предложением, где можно возвести хотя бы один соцобъект. У нас появилась информация, что в городе есть земельный участок, Московская 112, в котором находится муниципальная собственность. Этот участок площадью почти один гектар, и на нем можно разместить полноценный социальный объект. Когда стал вопрос об обсуждении, какой же туда разместить, люди высказались в пользу детского садика. Но как оказалось, этот участок еще несколько лет назад передали одной из строительных компаний в качестве компенсации за изъятые земли в юбилейном микрорайоне. Но это не решение проблемы, настаивает губернатор. Мэру города Вениамин Кондратьев поручает провести переговоры с застройщиком и предложить ему другие варианты. У нас опять какой-то компромисс с застройщиками. Но они же не последний раз строят в этом городе, тем более это же местные застройщики. Если уже договариваться, договариваться конструктивно. И чтобы уже снимать проблему, и в юбилейном микрорайоне снимать, но и в музыкальном снимать. А не из-за того, что мы снимаем проблему в юбилейном, мы добавляем проблему музыкальному микрорайону. Любой участок, который есть в музыкальном микрорайоне, должен идти однозначно под социальную инфраструктуру. Все. Все остальные коллеги выносим за город. Равнодушие чиновников к проблемам людей порождает новые проблемы, уверен Вениамин Кондратьев. Во время приема граждан губернатору сообщает, что на одной из улиц Краснодара автомобиль сбил первоклассницу. Девочку доставили в больницу, как выяснилось позже, организовать пешеходный переход и установить светофор на Боябакова. Глава региона поручил еще год назад. После обращения горожан на таком же приеме граждан. Сейчас здесь машин немного, сказывается время. Час пик наступает вечером и утром. Рядом с этими домами находится школа. Родители, привозя детей на учебу, паркуются прямо на проезжей части. Таким образом, занимая половину дороги. Зебры не видно. Точнее, разметка стерлась. Но есть знаки. Пешеходный переход и лежачий полицейский. Но даже они не останавливают водителей, превышающий скоростной режим. Поручение губернатора выполнено не до конца. Светофор рядом со школы так и не появился. Сегодня Вениамин Кондратьев требует во всем разобраться и исправить ситуацию. А тех, кто не выполнил распоряжение, уволить. Трагедия уже произошла, по большому счету. Для девочки уж точно. Но наша задача, чтобы она в эту школу продолжила ходить уже по безопасному пешеходному переходу и желательно регулируемому. Светофором. Год назад поручения всем были розданы. Вместо какого-то конструктивного подхода. Бездействие, равнодушие, значит. И, Венеич, вот если эти люди еще в мэрии работают, которые отвечали за выполнение вот этого поручения, сделайте все, чтобы они больше в мэрии не работали. И еще раз подчеркиваю, они во мне союзники. Вот Максим Иванович, а вызвайте на контроль. У кого оно находилось на поручении, почему оно не выполнено. И вот это вот бездействие привело к трагедии. Чтобы избежать новых трагедий, всем чиновникам нужно научиться слушать людей, считает глава региона. Ведь тогда большинство проблем можно решить гораздо быстрее. Елена Касабова, Мария Крошина, Алексей Комаров, Денис Перец, Кубань-24, Краснодар. Десять пожарных расчетов сотрудники МЧС, полиции, скорой помощи. Все службы быстрого реагирования накануне вечером прибыли в переулок Кряжский. Там сгорели два дома. Возгорание произошло в начале десятого вечера. Огонь быстро распространился и перекинулся на соседний дом и деревья. Сотрудники ДПС перекрыли движение по улице Красная. Пожарные присвоили возгоранию среднюю степень сложности. Работе огнеборцев мешал ветер и близость газопровода. Но его своевременно перекрыли. Полностью сгорели два частных дома барачного типа. Потушить пожар удалось лишь в 23.40. Сегодня прошло первое заседание рабочей комиссии по факту загрязнения реки Псахе. В Сочи его провел вице-губернатор Краснодарского края Андрей Алексеенко. Два дня назад жители микрорайона Мамайка забили тревогу. Вода в реке потемнела и от нее стал исходить резкий неприятный запах. Выяснилось, что в русло попали жидкие бытовые отходы. По информации коммунальщиков, отходы в район села Барановка в вырытый котлован свозили так называемые черные осенизаторы. Когда котлован переполнился и его края не выдержали, содержимое хлынуло со склона. По ручью попало в реку, а затем уже и в море. Сейчас здесь продолжает работать спецтехника. Коммунальщики соорудили вокруг котлована прочный земляной вал, чтобы никакие вещества не могли распространиться. Жидкость и заглубление откачали. Еще вчера эксперты взяли пробы воды и почвы. Вице-губернатор Краснодарского края Андрей Алексеенко на совещании призвал всех должностных лиц курорта отнестись к делу ответственно и обследовать район села Барановка. Будет проведена городом Сочи тотальная проверка данного населенного пункта на предмет наличия септиков, на предмет наличия выявления несанкционированного сброса неочищенных стоков на рельеф и в реке. И, соответственно, наличие договоров на утилизацию жидких бытовых отходов. Котлован расположен на частной территории. Ею владеет один из местных жителей. Исследование воды и почвы продлится около двух недель. Эксперты установят, какой вред причинен природе. В зависимости от этого правоохранители определят, будет ли владелец земли оштрафован или же против него возбудят уголовное дело. Ну и эта тема стала основной на заседании общественного экологического совета при главе города, которое прошло сегодня в администрации Сочи. Как сообщил глава города, еще до инцидента районная администрация направляла комиссию в Барановский сельский округ. И местный житель с улицы Армянской, который и организовал сброс фекалий в яму, был наказан административным штрафом и обязался ее ликвидировать. Вместо этого, как оказалось, продолжал заниматься преступным бизнесом и принимать машины нелегальных осенизаторов. Теперь предстоит разбирательство, на каких основаниях был организован такой вот грязный бизнес. Если водоканал, а в данном случае очистные сооружения принимали по три тысячи за кубометр, то он принимал в два раза меньше. И естественно, раз в два раза дешевле, значит, к нему и повезли. И вот эти компании, это наши предприниматели, которые все время добиваются права, чтобы их не проверяли. Чтобы их проверить, необходимо разрешение прокуратуры сейчас. Прокуратура дает разрешение только плановое, раз там в два года. Этой ситуацией и воспользовались черные осенизаторы и нечистый на руку местный житель Юрий Абрамян. По данным фактам уже инициирована комплексная проверка. По ее итогам, возможно, и уголовная ответственность. Это беспрецедентный случай в Сочи и на смягчение наказания осенизаторам надеяться не стоит. Также сегодня на экологическом совете была рассмотрена тема организации в Сочи системы добровольной сертификации на экоустойчивость. В первую очередь для гостиниц и объектов отдыха курорта. Было внесено предложение о включении в муниципальную экологическую программу концепции устойчивого развития сочинской курортной агломерации. А также говорили о придании ботаническому саду, расположенному на территории пансионата «Белые ночи», статуса особо охраняемой природной территории. Туристы смогут ездить из Сочи в Абхазию по единому билету. Единая транспортная дирекция начинает вместе с РЖД и авиакомпаниями смешанные перевозки с железнодорожными, воздушными и автомобильным транспортом из Адлера в пять городов Абхазии. Об этом сообщает портал «Новая Кубань». Путешествия будут начинаться от Адлерского железнодорожного вокзала. Следующим пунктом станет аэропорт Сочи. После этого туристов ждет маршрут через пять абхазских городов – Гагру, Питсунду, Гудауты, Новый Афон и Сухум. В стоимость единого билета включена и поездка в обратном направлении. Цена билета варьируется в зависимости от того, куда отдыхающие захотят поехать. Самый дешевый – до Гагры – 550 рублей, до Питсунды – 700, до Гудауты – 850, до Нового Афона – 1000 рублей, до Сухума – 1200. Дети до двух лет путешествуют бесплатно. Акция начнет действовать с 29 апреля. Напомню, единая транспортная дирекция была также оператором единых билетов в Крым. В селе Пластунка отремонтировали речную переправу. После зимы состояние моста, который связывал сразу несколько улиц, оставляло желать лучшего. Исправить ситуацию помогло сотрудничество бизнеса и власти. Торжественный момент. Переправа в селе Пластунка официально открытая. Ее ремонтировали в течение двух недель. И вот, наконец, жители принимают работу дорожников. Оно соединяет улицу Джапаридзе, Лиселидзе. И люди в основном, мы пользуемся, переходим, и люди в школу, дети ездят через этот мост. И живут в большое село у нас. Я считаю, что этот мост – очень большое достижение для нашей жизни. Новые фонари, ограждения и, конечно, асфальтовое покрытие. Мост заметно преобразился и технически, и внешне. А вот сами ремонтные работы прошли для селян практически незаметно. Работы осуществлялись так, чтобы не прекращать движение автомобильного транспорта. В принципе, заняли они замену ограждения, замену освещения порядка, ну, наверное, двух недель. Это было все недолго. Перилы отсюда были сняты старые. Теперь мы их устанавливаем в каких-то более незначительных местах. Но также все это используем. Обновление важного объекта инфраструктуры стало возможно благодаря партнерству бизнеса и власти. Полтора миллиона рублей на ремонт моста выделили сочинские предприниматели. Миллион – городские власти. Дружная команда единомышленников, она, конечно же, нам в реализации вот таких значимых социальных проектов очень-очень помогает. Конечно же, в этом помогает нам и партия «Единая Россия». Мостом совместное дело не ограничится. Каждый квартал в селе Пластунка будут появляться радующие глаз объекты. Так, в скором времени здесь будет заложена аллея. Работы ведутся в рамках конкурса по благоустройству, который был организован по инициативе главы Сочи. Галина Моисеева, телекомпания ФКТ. В Сочи на неделю увеличат количество общественного транспорта. Речь идет о периоде с Пасхи до Радоницы, так называемого родительского дня. В это время основная масса жителей обязательно стремится посетить места захоронения своих родных. В связи с этим на маршруты, связывающие спальные районы с кладбищами, будут направлены дополнительные автобусы. Таким образом, в центральном районе будут усилены направления к городским кладбищам на Дагомыска и в селе Барановка. Интервал движения автобусов, а это транспорт средней и малой вместимости, не составит больше 15 минут. В Хостинском и Адлерском районах автобусы будут чаще ходить на линиях, ведущих по ГОСТам в селе Раздольное, на улице Леси Украинки, Адлерскому кладбищу в районе Золотого Петушка и в Молдовке на улице Тимашевская. В Лазаревском районе общественный транспорт будет регулярно курсировать кладбищем на улицах Семашка и Декабристов. Дополнительно от пересечения улиц Павлова и Изумрудная на верхнее кладбище в Лазаревском будут ходить два автобуса. Отправляться они будут по наполняемости. Время их работы с 8 утра до 18 часов. Телефон для справок, замечаний и предложений вы видите на экране. Там же номера диспетчера в Сочи Автотранса. У них можно узнать, где в данный момент находится конкретный автобус. В будущий парк культуры и отдыха на Макаренко сегодня привезли камень, который будет торжественно заложен в основании сквера 20 апреля. Массивный камень уже установили недалеко от входа в парк со стороны улицы Вишневая. В будущем на нем появится и памятная табличка. Камень привезли из аула Тхагапш и уже 20 апреля он будет заложен в основании нового парка, который разбивают в честь 80-летия образования Краснодарского края. Эта территория будет доступна для активного отдыха, ну и для просто отдыха, общения с природой. По сути в центре города у нас природно-лосшафтный такой вот элемент кавказской природы. Слава богу он сохранился и мы его будем сохранять дальше. Площадь будущего парка 14 гектаров. Здесь еще предстоят масштабные работы по благоустройству, отсыпки дорожек и обустройству теренкура, а также всевозможных площадок активности. Ну а в день закладки камня здесь высадят десятки деревьев. К акции по озеленению смогут присоединиться все желающие. Сочинцев призывают прийти сюда и 22 апреля, на субботник, и привезти так необходимый району сквер в порядок. Помочь убрать накопившийся здесь не без помощи самих местных жителей мусор. По последним данным Краснодарстата, Сочи не входит в число городов края с самыми низкими ценами на продукты. Ну что вполне объяснимо. В курортном городе нет своих яблоневых садов и пшеничных полей. И тем не менее в Сочи есть возможность приобретать местные продукты и намного дешевле, чем на рынках и в магазинах. Об этом позаботились власти города, организовав работу ярмарок «Привоз». В итоге выгоду эти объекты стали приносить как покупателям, так и сочинским земледельцам и владельцам личных подсобных хозяйств. Эта хрупкая молодая девушка владеет личным подсобным хозяйством. И не одним. Зелень и фрукты с овощами семейный подряд Елена Аракелян выращивает в селах черешня и прогресс. Сейчас в парниках самая горячая пора. Пришло время высаживать рассаду, а значит скоро здесь созреют сочинские кабачки, баклажаны, перец, огурцы, помидоры. Никаких химических удобрений. Только вот у нас идут удобрения, это компост, это коровяк, куриный помет. Обогащаем землю кислородом обязательно. Участок не маленький. Местные земледельцы используют каждый клочок земли. Есть даже цветочная оранжерея. Тысячи виол, маргариток, хризантем и бархатцев. Елена Аракелян с помощью родителей также разводит на продажу. Значение слова «агрокультура» каждый член этой семьи знает с детства. Крестьянским трудом они занимаются из поколения в поколение. Это нужно любить, это все, как бы в выгоде не думать. Честно говоря, мы просто любим это. Просто-напросто все. Это в душе у нас. Ну, там уже посмотрим по делам, уже и будет результат по нашим делам. А результат уже есть. Год назад семья занялась тепличным бизнесом, узнав о ярмарке «Привоз». Я очень довольна, что я попала на ярмарку. Я продаю свою продукцию. Меня очень многие знают и по рассаде, и по цветам, и по овощам, и по фруктам. У меня очень много фруктов. Люди прям просят. Ну, таких объемов у меня прям на все Сочи. Их нету. Пока нету. Каждую пятницу и субботу Елена на Мацестинской ярмарке «Привоз». Несмотря на то, что здесь вся продукция местная, со всего Краснодарского края, у каждого есть свой покупатель. Все, что мы выращиваем дома и продаем на этой ярмарке. Приходите к нам, покупайте экологически чистые продукты. Ко всему прочему, местные жители, как и городские мониторинговые группы, регулярно делают сравнительный анализ цен на сельскохозяйственных ярмарках и в магазинах. Вывод – цены ниже рыночных на 10-20%. Постоянно, каждую неделю, вот я с Адлера приезжаю, закупаюсь, потому что мы пенсионеры. Для нас это очень большое подспорье и очень дешевые. И фрукты здесь, и овощи, и рыба очень дешевая. Поэтому мы очень благодарны, что такая ярмарка есть. Ближе нам ехать, это с Кудепстой мы едем сюда, и нормально здесь всегда. И выбор большой очень. Если сравнить с Фабрициусом, например, там дороже даже, хотя она там оптовая идет. А у нас здесь подешевле даже. И рыба подешевле, и поторговаться можно. Это же базар все-таки. Видите, красота какая, да? Вот я смотрю, что это действительно в домашних условиях на огороде выращено, верно, да? Так что все хорошо. Плодовочная продукция, которую привозят на ярмарки «Привоз», выращена на огородах 20 районов Кубани. В Сочи это и Лао, и Дагомыс, здесь же кичмайская рыба. Кстати, Мацетинская ярмарка – единственная, где представлена сочинская перепелиная ЛПХ. Условия же для поставщиков одинаковые. Самый главный вопрос с коммуникациями решен руководством Сочи. Город обеспечивает подачу электроэнергии. И последующее подключение тоннеров, вот стоят у нас крупные. Подача воды. Что касается сбора и вывоза мусора, САХ полностью оплачивается муниципалитетом. Ну и самое главное, да, что места для оборудования и проведения ярмарки, они предоставляются на бесплатной основе. То есть это существенная экономия. Естественно, человек может позволить себе, да, и сыграть в цене на непосредственную продукцию. За прошлый месяц на ярмарке «Привоз» было завезено 105 тонн местной продукции. Ближе к лету количество машин с провизией увеличится вдвое. Впрочем, как и число самих сельхозярмарок, их будет шесть вместо нынешних трех. Инга Габеша, Михаил Дубинин, телекомпания «ФКТ». Отметили покупку автомобиля и сели за решетку. В Сочи за грабеж задержаны два молодых человека. По этой ориентировке участковым были задержаны двое 25-летних местных жителей. У них и было обнаружено похищенное. Это две бутылки вина, банка кофе и колбаса. В кабинете следователя подозреваемые пояснили, что накануне приобрели автомобиль и решили отметить это событие. Способ, правда, выбрали сомнительный. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Ну и к другим новостям. В Российском международном Олимпийском университете сегодня прошел день открытых дверей. Гостям учебного заведения сегодня представили образовательные программы Олимпийского университета по подготовке современных менеджеров для индустрии спорта. Преподаватели РМУ, а это профессора из десяти стран, рассказали об особенностях обучения в университете и о его преимуществах. А студенты о тех перспективах, которые дает ВУЗ. Для меня после завершения карьеры спортивной очень важно, чтобы для себя, чтобы развиваться дальше. Ну и, конечно, молодым спортсменам, детям передать свои знания, опыт. Специальным гостем университета сегодня стал пресс-секретарь президента Олимпийского комитета России Константин Выборнов. Он отметил, что РМУ – это одна из важнейших составляющих олимпийского наследия страны. Потребность в кадрах, которые могут получить здесь специфическое целевое образование, связанное именно со спортом, с менеджментом в спорте, значение это переоценить очень сложно, потому что нехватка таких кадров, она ощущается буквально на каждом шагу и в наших спортивных федерациях, и в наших спортивных организациях. За четыре года в Олимпийском университете уникальное образование получили более 600 студентов со всего мира. Каждый из них трудоустроен. Ну а многие выпускники после обучения остаются работать на объектах в Сочи, которые они называют отличным городом для реализации самых амбициозных планов. Выпускник первого года нашего обучения, питерский, он блестяще учился, Иван Беляев, вернулся в Сочи и создал здесь детскую футбольную школу. Еще один есть у нас выпускник, который остался работать в югспорте. Многие сочинцы остались работать, которые у нас прошли обучение. Поэтому мы созданы не только для страны и мира, конечно, мы созданы и для Сочи. Сегодня во второй спортшколе состоялось лично командное первенство по художественной гимнастике среди общеобразовательных школ города. Оно проводится раз в год и в этот раз в нем приняли участие около 150 гимнасток. Возраст участниц от 7 до 15 лет. Сегодня выступала младшая возрастная группа. Юные гимнастки представили индивидуальную программу. Я танцую упражнения без предмета, валенки. Нам ставили новые элементы. Буду стараться изо всех сил. С каждым годом число гимнасток в нашем городе растет. Этим видом спорта занимаются почти 3000 человек. Сейчас гимнастику преподают в шести спортивных школах города. Кроме того, работают несколько гимнастических клубов. И сочинкам есть на кого равняться. Одна из воспитанниц нашей спортивной школы чемпионка мира и Европы Дарья Кондакова. Она здесь занималась, в этом зале. И сейчас работает тренером сборной России в Новогорске с Ириной Александровной Вильнер. Также есть гимнастка из Душор номер 2 Ирина Аненкова, которая является победителем юношеских олимпийских игр. Ну и в завершении выпуска информации от наших партнеров. Стоматология Скаковский работает по принципу 3П – порядочность, последовательность, профессионализм. Оказывает все виды стоматологических услуг. Ну а все новости уже на нашем сайте fkt.com. С вами была Ольга Десятого. Всего доброго и до встречи в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok